Я это все видел. Как можно было допустить сбивать эти ракеты, которые шли на коробки, воинские части, которые должны защищаться, а не сбивать их над побережью Черного моря, где люди отдыхают. В эфире российских пропагандистов внезапно прозвучала такая правда, какая в России находится под строжайшим запретом и обычно в эфирах не звучит. В программу «Военное ревю», которую введут два старых полковника Виктор Баранец и Михаил Тимошенко, дозвонился житель Севастополя, который заявил, что своими глазами видел, как российское ПВО сбило украинскую ракету прямо над пляжем. И таким образом он подтвердил, что никакого злого умысла украинской стороны в том, чтобы там специально бить по мирным отдыхающим людям, не было и все жертвы на пляже на совести российской ПВО. Здравствуйте, Валерий из Севастополя. Спасибо. Добрый вечер, товарищи полковники. Добрый вечер. Меня зовут Валерий Борисович из Севастополя. Вы знаете, я возмущен. Я был как раз на Троицкой. Праздник, воскресенье. Троица была. Я это все видел. И вот единственное, что меня возмущает, как можно было допустить сбивать эти ракеты, которые шли на коробки, воинские части, которые должны защищаться, а не сбивать их над побережью Черного моря, где люди отдыхают. У меня это было возмущение. Вот так вот. Вся российская пропагандистская машина, на содержание которой выделяются миллиарды, всю неделю повторяла ложь о том, что якобы эта Украина специально била по пляжу. Вечно непросыхающая спикерша российского МИДа Мария Захарова в алкогольном угаре назвала гибель людей ритуальным преступлением. А тут просто один звонок в эфир одного реального жителя Севастополя просто взял и разом перечеркнул все это вранье. Одним махом уделал всех этих Соловьевых, Скобеевых, Захаровых и подтвердил, что Украина специально по людям удара не наносила и ракета упала на пляж только потому, что российское ПВО ее там сбило. Естественно, от такой неудобной правды у пропагандистов в эфире начался настоящий припадок. Откуда вы знаете, что мы сбили ракету, а она не взорвалась по заданию, которое она имела в своей башке? Да я же это все видел. Да мало чего вы видели. Дорогой мой человек, мы много чего видим, только мы не знаем, как это получилось. Говорит, да мало ли что вы видели. Главное, что в методичке написано. Сказал по телевизору Соловьев, что в Иисус специально били именно туда. Значит, так и было. Не верь своим глазам, верь телевизору. Да вы видели, я верю вам. Я верю, что мы в Севастополе и так далее. А я говорю, мог взрыватель бы поставлен специально, чтобы взорваться в этой зоне. Уважаемый. Слушайте, кому оно надо было бить местных населений? Боже мой, блин, а кто же тогда бил, кому оно надо? А? Это фиаско. Люди, чья работа состоит в том, чтобы системно разжигать ненависть к Украине, демонизировать украинцев, приписывать украинским военным различные несуществующие преступления, какую-то невероятную кровожадность, ну, соответственно, чтобы оправдывать потом преступления в отношении Украины, внезапно столкнулись с тем, на кого их пропаганда не действует. Вот так вот столько лет старались, промывали мозги, а тут звонит житель Севастополя, который не верит в их бред и прямо говорит, что украинцы не наносят удары по мирным жителям. А по Белгороду кто бьет? И надо было... А по Донецку? Мне нравится, как они с таким возмущением спрашивают, а по Белгороду кто бьет, а по Донецку кто бьет. Так а кто бил по Белгороду, пока вы не напали на Украину и не развязали войну? Никто не бил. И они так делают вид, как будто их армия 2,5 года не бьет по всем без разбора украинским городам, частенько попадают по гражданским. И вот когда их армия попадает по гражданским, а это бывает очень часто, гораздо чаще, чем Украина попадает, они начинают сразу кричать, что это все, значит украинское ПВО так плохо работает, украинцы сами виноваты, сбивают ракеты, они падают на людей. Теперь же они оказались в идентичной ситуации, сбили ракету, которая упала на пляж. И что-то смотрите, свое российское ПВО они не обвиняют. Наоборот, когда им позвонил человек и рассказал, как все было, они начинают ПВО резко выгораживать. Это же российское ПВО, ну как же, ему все можно, да? И начинают рассказывать, нет, нет, это не ПВО, это все украинцы специально так сделали. Однако удивление вызывает тот факт, что вы сказали, как можно сбивать ракету, которая вообще не летела туда, куда люди ходят купаться и загорать. Она летела дальше. Она должна была лететь дальше. Но ее сбили там. И обломки упали на пляж. Ну? Ой, смотрите, какое прозрение. Люди, которые только что, буквально две минуты назад, в этом же эфире рассказывали, что ракета специально летела на пляж, доказывали это позвонившему человеку, теперь уже соглашаются с тем, что она на самом деле туда не летела, а летела дальше, куда-то по военным объектам, а на пляжи упала только потому, что ее сбили. Так что, это получается полный непрофессионализм? Какой непрофессионализм? Это получается полный... Тех, кто нам звонит с таким вопросом. А там ракета могла убить 300 человек, а не в 145-м ранее. Поняли меня? Вообще, конечно, это очень смешно. Пропагандисты годами уверяли свою аудиторию, что все прилеты по гражданским объектам в Украине это из-за непрофессионализма украинской ПВО. И вот когда их зритель повторяет просто то, что они всегда рассказывали годами про Украину, они начинают ему хамить и затыкать рот. Хотя он просто повторяет то, что они сами всегда говорили. Но теперь же ракету сбила российское ПВО. А это совсем другое дело. Своим-то можно. Система ПВО перехватывает те цели, которые видит и способна сбить. А куда она упадет, это уже другой вопрос. Вот так вот. Когда нужно оправдать российских военных, то ПВО у них не виновата. А когда в идентичной ситуации нужно сказать какую-нибудь гадость про украинских военных, то тогда, конечно, виновата ПВО. Просто ярчайший пример, который, знаете, наилучшим образом иллюстрирует все двуличие, всю лживость российской пропаганды. Вот эта программа «Военная ревю», которую я здесь цитирую, это одна из последних программ в России, куда еще могут позвонить какие-то реальные люди, реальные зрители, а не просто подставные эксперты. И понятно, почему, смотрите, да, у них не осталось таких программ. Потому что видите, что происходит. Как только реальный человек дозванивается в эфир и просто говорит там несколько предложений, просто рассказывает, как есть какую-то правдивую ситуацию, моментально вся конструкция из лжи, из пропаганды, которую настраивали вот эти вот огромные какие-то редакции, которые состоят из пропагандистов, на содержание которых выделяются миллиарды, вся эта конструкция из лжи моментально падает. Вот один человек, один реальный какой-то житель Севастополя звонит и опровергает все вранье, которое идет, начиная там от МИДа, от Захарова и Лаврова и заканчивая там каким-то последним автором телеграм-канала. Вот один человек позвонил и все рухнуло. И понятно, почему у них такая тотальная цензура, потому что они боятся вот этой правды, да, они понимают, что вся, весь их официоз состоит только из лжи, на ложь опирается и малейшее слово правды может разрушить буквально все. Подписывайтесь на канал, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok